Делерадиоканал Мы вас ждали, ждали, анонсировали, анонсировали ваш приход Уже немножко напряглись, думаем, неужели, неужели вы опоздаете Минуту в минуту, ребята, просто ворвались в студию телерадиоканала «Страна ФМ» Вы же сегодня не с пустыми руками Вы же будете презентовать сегодня у нас свой новый клип, свою новую работу, песню «Один на один» Чуть попозже мы будем смотреть, слушать и ее обсуждать Но что нам известно уже с Кутузовым? Нам известно стало, что это ваша первая работа самостоятельная, без продюсера Ага Насколько это правда? Ну, отчасти это правда Отчасти ложь Давайте все части по местам сейчас расставим Мне кажется, как-то Василий с Валерой должны договориться Я сначала послушаю, что Валера скажет Я просто хотел сказать, что мы всегда в любом случае были причастны к тому, что мы выпускаем И ни один клип, ни одна песня не обходилась без нашего вмешательства, можно так сказать У нас никогда не было такого, что вот, исполняйте это, снимайте это Крепостные музыканты Мы всегда вносили свою лепту И, как правило, она была достаточно весомой Вот, но эта работа и все последующие работы, которые у нас будут, действительно, это на 100% уже наше продюсирование Селф-менеджмент, если можно так сказать Вот поэтому, да Ну, смотрите, давайте поглубже, потому что тема интересная Почему решили вот обходиться без продюсеров? Не хотите, может, не отвечать на этот вопрос В связи с новыми идеями В связи с нашей мыслью о другом развитии В плане именно командном таком втроем, в общем Короче говоря, мы просто набрались опыта уже за те... Не буду говорить, сколько лет, сколько мы работаем в музыкальном бизнесе А сколько лет, кстати, в Festa Family уже, в общем? Ну, 10 уже есть С момента выхода, по крайней мере, самого такого значимого сингла А так, различные формирования Какое-то слово такое Ну, короче, оставим его Формирования, которые стали основой нынешнего состава Они с 2004 года появились Ну, и кроме прочего, касаемо вопроса ухода и прекращения работы с продюсерами Мы уже достаточно долго работали У нас замечательные отношения Человечески просто всегда надо, чтобы двигаться вперед Надо что-то менять Выходить из зоны комфорта О, вот точно Да, 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 и это тоже Поэтому мы, в общем, вышли с такой идеей Мне кажется, что мы уже способны самостоятельно направлять себя в какое-то правильное русло Вот, и, в общем-то, зрители, я надеюсь, все слушатели это оценят Лоя, ну вот тоже ты сказала, что у нас будет немножечко другое развитие Мы будем делать какие-то новые вещи Какой будет группа Five Star Family вот в самое ближайшее время? В самое ближайшее время? Интересно Хуже может быть вопрос, только какие ваши творческие планы? Так молчи, мужчина Вообще, конечно, я всегда стараюсь сохранять такие данные в секрете Потому что легче аффективировать публику Это гораздо интереснее, чем рассказывать все заранее Поэтому давайте оставим это большим мега-сюрпризом Ребят, ну какая же ваша солистка умная и мудрая девушка Вообще просто Не по годам Василий, оценил ответ, коллеги? 80-й уровень мудрости получен только что Слушайте, ну вот смотрите, если продолжать все равно эту историю Не было ли у вас какого-то страха? Почему спрашиваю? Потому что вы сами прекрасно знаете Куча примеров и на нашей сцене Когда группа, которая вроде бы добилась уже многого Действительно очень популярная И говорит, да все, нам не нужно же, мы сами умнее Ну это не самая страшная вещь, которая может случиться в жизни Да, и проходит полгода и все И нет группы Ну подожди, ребята уже сказали Мы абсолютно не боялись, наоборот Мы с огромным энтузиазмом подошли к данной идее И все срослось так, как мы хотели, в целом Остались в хороших отношениях И до сих пор издаем песни вместе с ними Да, вместе с Zion Music И в целом вообще, ну, волков боятся в лес не ходить Все люди взрослые Да, все люди взрослые Мы все ответственные, понимаем, во-первых, куда мы идем, какие шаги мы делаем А во-вторых, ну, в нашей карьере были как бы взлеты и были падения Поэтому нам не впервые возвращаться откуда-то Был дрейф С нижней части синусоиды в верхнюю, обратно Поэтому это привычное для нас, в общем, состояние Но сейчас нужно, конечно, наверное, как-то хайпануть, да? Вот все это делают, придумывают что-то Да, Валер закивал головой Там уже есть хайп за пазухой какой-нибудь Я не очень люблю это слово, если честно Потому что сейчас какое-то поколение людей Хайпажоров Ну, да, называем их так Которые пытаются всеми правдами и неправдами хайпануть, что называется Все-таки мы уже группа, которая себя утвердила И я думаю, что просто какой-то, ну, нелогичный для нас хайп Будет просто неподходящим Поэтому все-таки нам нужно соблюдать наш концепт немножко Мы не будем там делать какие-то трэш-вещи для того, чтобы Скорее всего Ну, Василия Резко поднять Но это не точно Но это не точно Жалеть об этом Я почему вас спросила Вот, например, да, Валер, ты говоришь, и Лои тоже Что мы уже утвердились И это, естественно, безусловно, так, как группа Вы уже давно звезды, вас знает вся страна Ну, вот, например Больше десяти лет Больше десяти лет Да Разные периоды вашей биографии Взлеты и падения И сегодня вы вновь на волне Скандалы, интриги Ну, вот Лидия Гага, например, да? Она давно себя тоже утвердила И в этом году там со своими новыми фильмами Она все С Брэдли Купером Да А посмотрите, что произошло Это миллион комментариев под фотографии Да, Гага-чат Просто, ну, новейший взлет Ну, она не сама к этому пришла Это просто кто-то запустил этот флешмоб Назовем это так Она, я не думаю, что Хотя, может быть, конечно Если такая теория заговора Что она кого-то попросила Там, а давайте Я представляю За меня русские Ее фриковатость Притягивает к себе Разные обсуждения И летний коллег Слушай, ну, скажите честно Какой лично вы коммент оставили В том самом знаменитом топике Где уже больше миллиона Я, если честно, даже не заходил туда В эти комменты Но меня порадовала история Которую я вчера прочитал Что одна девушка Которая опоздала на рейс Одного лоукостера российского Вот Ее не пустили В общем-то К гейту раньше То есть она должна была Попасть на самолет Но ее не пустили В общем Она написала комментарий Именно в инстаграме Леди Гаги И там же В этом же инстаграме Лоукостер ответил Я бы еще пообещал разобраться Слушай, там отписались Уже известные банки Официальные причем аккаунты Там гадают на картах Таро Там продают какую-то фигню безумную Силу профессии с Кутузовым Каждый день мы зависаем в Гага-чате Это уже портал просто Я думаю, что да Это основной информационный канал На данный момент Это следующий этап Вот этого вот старого мема Где там мопед не мой Я просто разместил объяву Ну-ну-ну Мне интересно, конечно, спросить Лою Как девушку там Ира или Гага За кого ты? Твое мнение как артистки Ну мы сделаем это чуть попозже А сейчас у нас очень важный момент Дело в том, что мы будем смотреть И слушать вашу песню Да, у нас небольшая пауза Прямо сейчас Five's the Family Песни с новым вместе Всем известные Хорошо Йо-йо-йо Доброе утро Ну и собственно сегодняшний эфир Мы тоже можем назвать Снова вместе Потому что у нас Five's the Family Сегодня утром Доброе утро Доброе утро Василий и Валерий и Лоя У нас сегодня Смотрите, ребят Зашла я в ваш инстаграм Он, кстати, у вас Довольно такой Скромный Чисто профессиональный Там вот прям Отчетники по концертам Которых у вас Ну тьма тьмущая Вот смотрите, друзья Как перемещаются Ребята из Five's the Family По миру Липецк Кемер Белег Потом Ревда Это где? Где-где-где-где Еще Анталия А, нет Кемер, Белег Ревда Это Свердловская область Под Екатеринбург Даля Шуя Это вот это там В Иваново Солнечногорск Сухой Лог Кемерово Там еще не указана Дубна Еще будет концерт Небольшой в Москве Вот 27-го числа В общем Бывают ли дни, когда Нет концертов? Бывает, но В эти дни мы делаем Боттл Кэп Челлендж Вы почему-то Проигнорировали А с чего ты решил? Погоди, погоди Василий Я решил вас Патролить Ты думал, что Я вот этого не видела? Влад, ты посмотри Я этого не видел еще Кстати, пост хорошо Очень зашел Вот вопрос о хайпе Вот Много просмотров И В общем Так что мы не только Про концерты У нас еще есть видео Которое пока не выложено В групповой инстаграм Оно есть В инстаграме Василия Где он Это наше групповое видео Поэтому мы не будем Ракладывать Сейчас стало интересно Образ певицы Маруф Вот В очень интересном Модиане Такой адаптированный Маруф Лучше не смотрите Адаптированный Маруф Я вот просыпаюсь Смотрю это видео Настроение Сразу подняет Нет, я предлагаю Всем слушателям И зрителям Зайти в инстаграм Василия В нижнее подчеркивание Ки и С С как доллар С как доллар И посмотреть И посмотреть На этот видос Потому что Оно действительно Очень смелое видео Ага, все Мы сейчас Побежим смотреть Это тоже Открывание Бутылки, крышки Нет, это откровение Нет, ты конечно мог попробовать Открыть Это откровение Василия Скорее Опустился на колени Но это было бы сложно Часто ли у вас случай Заинтриговали Про откровение Василия понятно А что там с откровением Валерия Твое самое большое Откровение Этого лета Я вообще не очень Откровенный человек Я откровенчу Только со своими близкими Поэтому Я не буду откровенным Всем откровенного дня Всем откровенного дня И откровенного настроения Да Ну на самом деле Я как-то спокойно Ко всем фактам Которые происходят Вокруг Ладно, я расскажу Я спасу ситуацию Мое самое большое Откровение этого лета Во время выступления На выпускном В Домодедово Я настолько Мне понравился Прием публики Что я откровенно И нецензурно Выразил свой восторг Восторг По поводу их реакции И на счастье В кавычках В этот момент Присутствовал мэр города Которому тоже Очень понравилось Мое откровение В кавычках И он практически Выписал нам Благодарственную грамоту В кавычках Конечно Он обещал Через своих подчиненных Билеты в другую страну Автомобильное путешествие Так сказать Но не в салоне Слушайте Главное что есть Что вспомнить Ребята А так миллион концертов А вспомнить не ничего Вот благодарность Смотря началось с того Что мы не любим хайпажеров Мы там не хайпуем Никогда Сами что говорят Это вообще непродуманная акция Это все спонтанно У нас все происходит На эмоциях На таких На чистых На откровенных Да вот чистый Боттлкап челлендж Тоже Валера такой Я должен открыть бутылку И все Я на самом деле Боттлкап челлендж Сделал тогда Когда он был только В стадии Такого начала То есть там Два или три человека В мире Основных таких Серебра сделали То есть вот сейчас Официальное заявление От Валерии Из Файлса Фэмили Он был в тройке Лидеров этого челленджа У нас точно Спасибо тебе Что ты сделал это ногой Потому что Мы видели вчера Другие видео У меня много видео Различных Которые я сделал после Но не стал выкладывать Ну там просто от бутылки Ничего не остается Лой давай пройдемся По твоему инстаграму Там очень много Красивых фото тебя Ооо Я просто люблю себя Поэтому я тебя фотографирую Да Зайдя в твой инстаграм Можно увидеть Какая ты красотка Но тоже хайпа Мало конечно Ты не особо ничего Там не открываешь Я вообще абсолютно Не дружу с социальными сетями Это конечно плохо Я знаю И я не могу себя заставить Наладить Коннект С этим в общем Интернета просто нет Я как-то больше Наслаждаюсь жизнью Нежели сижу Все-таки Как ты наслаждаешься жизнью Расскажи Что ты делаешь В свободное время От концертов Сейчас я полечу В Крым Вот сразу после эфира Например И там буду отдыхать Колесить И зажигать Надеюсь Наслаждаться жизнью Правда всего Несколько Сейчас вот внезапно Открайний прозвучал Мне кажется Да Я просто задумалась Где жить На чем колесить И вот как там Неполадки тебя ждут Колесить на байках А жить где-нибудь На пляже Я не знаю В байке Где придется Слушай Ну байка это вот Для девушки Байка это твое увлечение Когда ты за рулем Прям будешь сидеть Или это В качестве приглашенной звезды В качестве пассажира Да Подожди Но ты застраховала Свои аппетитные Все формы тела Прежде чем на байке Нет Это не наша история Да Страховка для слабаков Вот Вот Ты поняла Дженнифри Лопес Вот так вот Слушайте Ребят Мы для вас готовили Веселенький такой вот Опросник что ли Можно так сказать Как мы это называем Блиц это называется Блиц Спасибо И я предлагаю сейчас Вот прям по нескольким вопросам Быстро пробежаться Чтобы мы друг друга Еще лучше узнали А давай Слушай Кому мы будем задавать вопрос Давай по очереди Давай по очереди Давай 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 Ну вот Давайте Давайте начнем Давай слое начнем Да Я подскажу Купер или Панин Купер конечно Вот начало Мини Купер Ладно Я даже боюсь Надо всем отвечать Там слово мини Не подходит Вот кстати Можно задать Давайте сразу Вот эту Купер Куперовскую тему Закроем Все трое Ответят Гага или Шейк Ну нам больше нравится Делать Шейк Ее баде Слушайте Я вообще абсолютно Нейтральна к данной ситуации Я и за ту И за другую У меня вообще Я поддержу соотечественницу Давайте музыкальный вопрос Металлика или Ария Металлика Металлика Я просто тусил С чуваками В детстве И они слушали Арию Я знаю много песен А мы получили Отвечаем на один и тот же вопрос Да вы хотите А на Металлике вы не были Кстати да На концерте Ну только в сториз мы были И все Заценили да Группа Крой Да Вот это кстати Хороший хайп Самый правильный хайп Ну Для всех людей Которые Сейчас Для кого это откровение Собственно Металлика в каждом Городе этого тура Исполняют Местную песню Ну да Они в Германии Рамштайн пели Там в Швеции Аббу Песню Ну крутая тема Хорошая идея Безусловно Неплохой подлин Когда нибудь мы Споем этот Таркановскую Какую нибудь В Турции Давайте мы сделаем Паузу прямо сейчас Давайте Микропауза Да у нас 3-4 минутки Буквально после этого Мы вернемся И продолжим Разговаривать С участниками коллектива Five Star Family Доброе утро Телерадиоканал Страна Five Star Family У нас в гостях Доброе утро Доброе утро Здравствуйте Вот сейчас же Пока мы слушали Другую песню Случилось Случилось Нечто Страшнее Чудо Произошло Чудо Мы увидели Этот видос Слушайте Ну давайте Быстренько Забивайте у себя В телефоне В нижнее подчеркивание Кес И тогда Вы сможете увидеть Танец Василия Солиста группы Five Star Family В Слушайте Такие мороженки у тебя Чехол Можем так сказать Похож Смотрите до конца Да Там смачно Очень Просто Это очень смелый И очень Самоироничный поступок Я считаю Я боюсь смотреть до конца Уже Ты знаешь Мне нравится Как коллеги поддерживают тебя Вы прям такие Смаченные Честно Вот давайте сейчас Положа руку на сердце Вы часто Ну прям ссоритесь Чтобы тут просто Летели щепки Ну так прям чтобы Чтобы топором Там Топоры летали Там и так далее Нет такого нету Но бывает Там можем Покричать друг на друга Да нет мы не кричим Не чуть-чуть Нет Мы абсолютно Ну можно покричать Да пожалуйста Мы не кричим Ну было бы странно Если бы у нас Все было гладко Это было бы ненормально Вот Но до каких-то Жестких баталий Там рукоприкладство Не доходит Но можно Психотерапевты До этого тоже не доходит Но имеют место Какие-то споры Напряженные Мы просто ходим Постоянно К семейному психологу Это я Нет смотрите О чем речь На самом деле Смотрите Ну вы же люди творческие Естественно принципиальные В плане творчества Да как и все Если бывает так Что вот написал Кто-то припев допустим И остальные Двое участники Слушаем Ну это вообще Вообще никуда Мы не будем Это делать никак У нас есть принцип Либо предложи Что-то лучшее Если не нравится Либо терпи Либо Либо мнение большинства Либо демократия То есть Два Два голоса Перебивают Это касаемо Творчества Песен Да Хотя Это очень нелегко А бывают такие дни Что вы целый день Можете не созваниваться Не то что встречаться Вот даже вот И ни одного Цапчика Друг другу не послать Очень редко Но бывает Детокс Я не могу даже вспомнить Крайне редко Но это типа В основном После какой-то вечерины Но мы не про свинг Вечеринку Это тот момент Когда стыдно Я так понимаю Кому-то да И этот человек Отключает телефон А на каких вечеринках Можно встретить Группу Феста Фэмили Или какие вечеринки Вы сами устраиваете Это обычно Спонтанные какие-то действия Ну то есть там Типа Пошли А пойдем И все То есть нету Какого-то плана Четкого Нет у нас Вечеринок Ну рассказывай Мы вместе Никуда не ходим Короче Вообще Как минимум Раз в год Я собираю На рождественские встречи Василия Косинского По аналогии С Аллой Борисовной На даче Ватя надевает Тот самый костюм Чемодан И заставляет И заставляет их петь Смотри Егорова Три участника Одной группы Которые вместе Каждый день Один говорит Мы вообще никогда Не встречаемся Второй говорит Мы встречаемся Раз в год А третья говорит Думаю О чем это говорит У всех разный Уровень памяти Демократии Вам надо срочно К вашему общему Психотерапевту Приходите Определиться Кстати вот про Ватсапа заговорили И вопрос из Блица Назрел Каждый сейчас из вас Должен на него ответить Последнее Исходящее сообщение Ватсапе от меня Ой ну это легко Это сейчас легко Потому что мы ехали Озвучим Озвучим Телефончики Телефончики Тогда на память Что 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 Последнее ты отправила Последнее я написал Так Валера Да я написал Значит Нашему Партнеру Ирине Щербинской Что все Эфир То есть я больше Не буду отвечать На ватсап Ушел Я написал В адрес Лоя Спасибо что не даешь Соврать Расскажу быстро Я просто написал Что мы проехали Сюда на территорию Здания Где мы расположены И Лоя Сказала да И я ее поблагодарил Что она не Всегда бдит Чтобы я говорил правду Подтверждают мои слова У меня последнее Сообщение Классная Панама По моему Три года назад было Нет Сегодня отправила Классная Панама Хорошо И смотри У всех текст Ни одного видео Ни одного Ни одной фотки Практически С утра Не очень тянет А что кстати Касается Утро Как оно обычно начинается У участников коллектива Вы спросите Как оно заканчивается Во сколько Мы не тусуемся Я встаю до 7 часов Я встаю И брюшу мои очки И брюшу мои болты Слушайте Я вот встаю Раньше всех Мне кажется В коллективе Ребята могут спать До 11-12 Иногда и больше А групповой чат У вас есть Куда ты можешь написать Вставайте Да Урюха Пердак называется Но при этом Там все равно Замьючено Не будем Да Повторять названия Просто созвучно С тем местом Где мы как-то Встретились И решили Воссоединиться Хорошо что пояснил Вот Я не договорила Так вот Раньше всех я Не знаю почему Молодец Молодец Лой остается Раньше всех И ложись спать Раньше всех я Поэтому перестаньте Мне писать сообщения В 3-4 часа утра А не наяривают Да Эти двое Просто решаем вопросы Надо сначала Решить все вопросы Потом пойти спать Самое обидное Самое обидное Что если ты вовремя Может не отреагируешь На какой-то Правильный вопрос Или изречение То в итоге Останешься Блин у разбитого корыта Не Мы должны уточнить Параметр вовремя Слушайте у меня сейчас Есть странное предложение Давайте поговорим о музыке Вернее не поговорим А послушаем Давайте попробуем Давайте сейчас Прямо учиним Здесь в прямом эфире Телерадиоканал Страна ФМ Но это не пример Потому что песня у нас Крутится уже Достаточно количество времени Это назовемя Официальная презентация Поскольку вы сегодня Здесь рядом с нами От первых лиц Как говорится Вот прям Вот пару песен Представьте Песню Будем смотреть и слушать Мы представляем песню Один на один Правильно? Конечно Итак Дорогие зрители Страна ФМ Всем всем Срочно слушаем И смотрим Смотрим тоже Смотрим конечно Наш новый клип На песню Один на один Просто с широко Открытыми глазами И ушами Файвста фэмили Один на один На телерадиоканале Страна ФМ Пританцовывать можно тоже И подпевать можно Телерадиоканал Страна ФМ Первый И единственный В России 742 канал Триколор ТВ 89,9 ФМ В Москве 102,0 ФМ В Санкт-Петербурге В телевизионных И мобильных Приложениях Подробности На сайте Страна.ФМ Телерадиоканал Страна ФМ Один На всю страну Телерадиоканал Страна ФМ Один на всю страну Ну что ж, друзья, случилась официальная премьера сингла Супер-хита группы Файвста фэмили Один на один Спасибо Презентация, презентация Презентация официальная Да, как вы мне полюбились уже, ребята Давайте мы вас поздравим уже официально Ребята, поздравляем с выходом нового клипа и нового трека Ура, 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 ура А теперь мы хотим знать все подробности, все секреты и все, что случилось на съемках этого клипа А их нет Я без бюстгальтера снималась Дон Я тоже Все, конец эфира Дети, уйдите Это не конец эфира, это эксклюзив Эксклюзив в эфире телерадиоканала Страна ФМ Так короче, вещаем до 12, сейчас самое интересное начинается, да, никуда не расходимся Утро доброе или как? Ну, теперь уже фиг, пойми Ну, на самом деле, очень много всяких веселых ситуаций было и нюансов в рамках съемок вот этого клипа Потому что сначала мы очень долго определялись с локациями, их было огромное количество Потом часть из этих локаций было срезано И еще мы поехали на освоение локаций Да О, освоение локаций, наверное, вообще, наверное, самый интересный эпизод Очень классно приколы, у нас было сиреневое поле в задумках, да, помнишь, цветы такие Не знаю, как они называются, но это не лаванда В общем, потом они стали белые, когда мы вернулись на съемку В общем, да, за три дня все отсвело, да, и локация, которая изначально была, выглядела как Прованс Она стала ромашковым полем Как романс Вот, был забавный случай в метро, потому что у нас уже съемочный день подходил к концу И оставалось полчаса до закрытия, мы вбежали просто с режиссером, с оператором И втроем, без какого-либо там дополнительного света в метро А там люди ехали такие немножко навеселее, кто-то Кто-то не немножко Кто-то нормально навеселее, да, вот, и они такие, оооо А Василий был в белых обтягивающих штанах И в леопардном рубашке В общем, специфически для метро выглядел, прямо скажем так И для той публики, которая там ехала но я не скрываю это мы снимали первый день у меня на даче как как ты вообще свою родненькую дачечку то отдал ну когда речь идет об экономии бюджета но не все но дом вообще с радостью отдал даже тогда обещали переписать потом потом накануне пока мы ехали туда у меня сама сломалась машина так что ее увезли на эвакуаторе в сервис потом меня лои сервиса забирала и мы приехали а потом в 2 часа ночи полыхнула арка над входом над въездом наш поселок все было казалось бы против но такие небольшие препятствия возникали вот но это вызывает небольшие препятствия не ну просто арка она далеко находилась от дома слава богу вас что твои танцы и твои телодвижения всегда при тебе они в воде не тонут и в огне не горят в чемодан упаковываются костюм мороженки опять же денег тебе за это платить никому не надо ну да это безусловно важно а хотите еще прикол в общем когда у нас была сцена со шлангом какая из то которая не вошла в итоговый монтаж я просто режиссер дал задание ни в коем случае не попасть ребят струей но с этим удачно справился я не нужно было стрелять мил так теперь у лои такая подпольная кличка мимострел у лои мимострел слушайте ребят вы прямо на сегодня раскормили этим эксклюзивом с сенсациями да слушайте но клип в итоге сняли песня и у нас очень довольны действительно потому что скажем так это другой клип это немножко выход на на какой-то арт пространство потому что он атмосферный там нету вот этих стандартных съемок со штатива каких-то планов все все очень живой камеры снималась короче не прикопаться да и за за это реальный респект ефима бакаева режиссеру продакшену санин делает видео все все съемочной бригаде очень молодые ребята классные перспективные позитивные энергичные слушайте да смотрите если говорить о музыке никогда у вас не было мыслей как-то поэкспериментировать немножко с музыкальным направлением я сейчас поясню о чем я спрашиваю то что у вас есть свой собственный стиль это абсолютно правда у вас прям почерк виден с первых нот и по голосу все это узнаваемо очень сильно да да вот любую новую песню можно послушать любой человек скажет это 500 фэмили мне кажется 100 процентов мы уже начали экспериментировать первые в общем пробы пера была наверно песня мембраны которая в общем-то была мы наверно были некими пионерами в поп-музыке россии которые решили ретро вейв да мы дали каждый карт-бланш всем оксубанских ольге бузовой зирт да да и в нашем случае это не очень зашло за кузова сказала спасибо конечно же пока что нет вот но в общем поэкспериментировали нам эта песня очень нравится может быть может быть чуть позже мы как-то ее перезапустим и с ним может быть а вы слушаете мнение своих подписчиков потому что я конечно не поленилась и я перечитала вашем официальном аккаунте все комментарии касательно вашей новой работы ну реально всем понравилось хотя есть люди которые например говорят там ой не надо был этот бумажный пакетик зачем вы его там в клипе зачем что там лимонад не лимонад классная вот и мы любим такие комментарии потому что все время читать сладкую вату немножко утомляет ну конечно приятно это все здорово но когда пишут что-то вот по делу не на самом деле саморжащие либо негативное саморжащие комментарии они либо ну когда люди искренне как-то благодарят и хвалят да то есть ну причем там не просто там клип супер а обоснованы либо когда это обоснованная критика какая-то вот слушайте ребят пакетики потому что мы не хотели потому что мы вообще воду пили если честно я так подумал что у нас десять секунд осталось надо прощаться время быстро полетел фэмили были с нами ребят огромное спасибо что поставили наш клип один на один спасибо вам что встретили эту рутбудру вместе с нами файста фэмили влад кутузов юлия егорова пока